Ура! Ура! Я всегда волнуюсь, потому что, несмотря на эти многолетние чтения и лекции по Зуму, я все равно немножко в напряжении, когда это делаю, и всегда боюсь каких-то технических вот этих вещей. Я очень рада, что я сегодня с вами вместе. Это очень почетно для меня, очень трогательно. Я была очень благодарна Юре, когда он позвонил и предложил мне присоединиться к кафедре и к этому циклу и прочитать лекцию про эндокринную систему. Как я понимаю, я сегодня читаю опять же про щитовидную железу, потому что она гегемон всего. Она у нас огромный орган, маленький орган, но с огромным значением. И я хочу сказать, что чем больше мы живем, чем больше я работаю, чем больше я смотрю, все равно щитовидная железа, она может начинать болеть как первично, так и сопровождать все другие заболевания эндокринной системы. Буквально включается с патологией половых желез, это с патологией матки или яичников, с патологией груди, с патологией поджелудочной железы и так далее и тому подобное. Это орган, который руководит вообще всем-всем-всем. Она такая маленькая, она всего лишь 25 грамм приблизительно имеет веса. Вот такая красавица и вообще просто непредсказуемая бабочка-любительница йода, укнездившаяся у нас на шее. Но, к сожалению, в условиях йода-девицита или воспаления она превращается в моль, способную скушать наш весь организм. И в любой ситуации надо хорошо понимать и представлять, как происходит. И вот, вы знаете, я как бы привязываюсь к одной железе, самой главной, наверное, даже, может быть, главной тут глупо сказать, это не совсем так, все в организме главное. Но самой, может быть, часто встречающейся патологией, особенно в последнее время. Вот так немножко надо представлять, где она находится, как она прилежит. И тогда будут понятны симптомы, почему иногда першит в горле, почему иногда тяжело дышать, тяжело глотать. Почему иногда вот происходит те неприятные ощущения, которые возникают, когда щитовидная железа начинает потихоньку превращаться в молис бабочки, скажем так. Ну и так выглядят клеточки, которые продуцируются совершенно замечательные вещи, гормоны, как ярко рассказал Юрий о том, как они влияют на нашу жизнь и как мы зависим от них очень и очень сильно. Итак, щитовидная железа производит два гормона, тероксин и три йодтиранин. Но помимо гормонов она еще продуцирует тиреокальцитонин. И биохимическая роль этого вещества в регуляции кальциевого обмена. Поэтому вся патология щитовидной железы, как правило, приводит у нас к проблемам с костно-суставной системой. И особенно чем раньше возникает эта проблема со щитовидкой, тем больше шансов заработать остеопороз в очень раннем возрасте. Иногда мы его видим уже даже у маленьких детей. Итак, поговорим, что же эти гормоны делают в нашем организме. Чем они руководят? А руководят они практически всем. Ну, во-первых, основной обмен. Что такое основной обмен? Это то, что потребление тканями нашего кислорода и активность наших всех организмов, активность всех процессов в организме. Извините, что-то я лязг за зубы цепляется, что-то волнуюсь. Сейчас успокоюсь. Сейчас успокоюсь. Конечно, когда на аудиторию читаешь, на открытую, тогда кто-то там тебе похлопает, и ты как-то тут успокоишься, наладишь эту связь. А так, к сожалению, сам с собой в компьютере немножечко напрягаешься в первое время. Но сейчас войду в ритм. Итак, основной обмен – это то количество энергии, которое необходимо нам на обслуживание организма. То есть мы просто в тишине, в покое, но у нас бьется сердце, у нас работает печень, у нас работает мозг, у нас работает кишечник, у нас все работает, все сокращается. И, соответственно, для этого нужна энергия. И эта энергия выделяется во время работы наших гормонов. Они регулируют выделение этой энергии для того, чтобы мы хорошо жили. И вот если этих гормонов мало, мы начинаем набирать вес. Если этих гормонов много, мы начинаем терять вес. Поэтому вот это регуляция основного обмена и плюс тоталипидного и жирового и так далее. Ну, дальше белковый обмен. Безусловно, вообще все виды обмена подчинены регуляции гормонов щитовидной железы. Все виды – и белковый, и углеводный, и жировой обмен, и холестериновый обмен. Вот это очень важно знать, потому что, вы знаете, удивительные вещи наблюдаешь. Холестерин обычно у нас ассоциируется с тем, что если холестерин, то это человек, имеющий какую-то степень ожирения, это пивное брюшко, это вот такое вот что-то такое, что нарушает вообще режим питания, режим жизни и так далее. К сожалению, на сегодняшний день совершенно субтильные женщины, стройняшки могут иметь высокий холестерин, могут иметь высокий холестерин подростки, могут иметь высокий холестерин молодые люди, достаточно спортивного вида. И все это иногда упирается в проблему щитовидной железы. И я по поводу холестерина хочу немножечко остановиться на одну секундочку. Дело в том, что я вот только что вернулась с курсов по традиционной медицине. Вы знаете, как-то я уже давным-давно с традиционной не общаюсь, и мне захотелось узнать, что же там происходит, какие препараты теперь новые появились, потому что иногда больные приходят с своими рецептами, и не совсем ориентируешься, как это работает на сегодняшний день. Ну и потом я нашла удивительного человека, профессора, и потрясающе совершенно он читает лекции, вспомнила заодно и биохимию, еще какие-то клинические аспекты и так далее, и тому подобное, и Илья Егоров. И я хочу сказать, что, послушав этот курс, я очередной раз перечистила, сказала Аллилуйя, спасибо Господи, что я ушла в нутрициологию. У нас в нутрициологии жизнь. В традиционной медицине вот все лекции сводились к безысходности, к хроническому состоянию, к боли и к смерти. После 65 лет вообще реально жизни нет. И оптичные препараты, хочу сказать, страшно покупать, потому что осложнений столько, последнее поколение антибиотиков дает остановку сердца. Иногда, я это не говорю, что всегда. Поэтому будьте крайне осторожны, когда вы покупаете что-то в аптеке. И я, честно говоря, всегда преклоняю голову перед теми, кто покупает по интернету на том же Херби какую-то продукцию совершенно непонятного происхождения. Да, там сертификаты и прочее, за которые никто не отвечает. И так удивительно просто и хорошо нам в НСП, когда у нас и сертификаты, и люди, которые за это отвечают прямо вот здесь. Мы за каждого своего дистрибьютора несем ответственность и передаем уверенность в нашем продукте. Так вот по холестерину. По последним воззрениям на холестерин речь уже не идет о том, чтобы его сбивать до цифр 4-5 и так далее. И цифра 6 холестерина, она считается уже нормальной. Мы ничего не можем сделать с той экологией, в которой живем, и с теми продуктами питания, которыми пользуемся на сегодняшний день. И поэтому это неизбежность, засоренность такой печени, как мы сейчас имеем. Вы, наверное, об этом будете слышать и слушать или слышали уже. И, безусловно, цифры будут меняться. Но мне еще понравилась вот какая идея. Ну, про статину я говорить не буду, это не моя тема. Но я хочу сказать, мне понравилась история с цифрами холестерина. После 60 лет норма холестерина – это ваш возраст через запятую. То есть, если вам 65, то 6,5. Если вам 70, то 70,0. И не надо сбивать. И знаете, почему не надо сбивать? Потому что чем ниже холестерин в пожилом возрасте, тем ближе мы к старческой деменции. Холестерин крайне необходим для наших мозгов. Вот как это неудивительно. Поэтому сбивать холестерин после 70 лет вообще-то не рекомендуется, если речь не идет о каких-то там осложнений или каких-то заоблачных цифрах. А так в пределах вот своей возрастной нормы приблизительно себе пометьте и смотрите на холестерин как на друга. Не надо в нем искать такого врага, с которым надо бороться обязательно до последней капли крови, до последней цифрики. И дальше. Рост созревания костей. Это крайне важная история. Потому что у меня были наблюдения, когда мама с выраженным гипотириозом родился ребенок, у которого были проблемы с точками костенения. Понимаете? И этот ребенок около года только начали появляться какие-то костные структуры на фоне хрящей. И ребенок где-то только после года начал садиться, становиться при этом у деток, которые чем раньше гипотириоз возникает, например, патология щитовидной железы возникает, тем больше шансов у этого ребенка быть задержкой нервно-психического развития. Поэтому центральная нервная система – это, как бы я сказала, одно из главных аренд действия этих гормонов. Одно из таких печальных аренд действия. Мы ниже будем говорить об этом. И поэтому иногда люди, еще не обращая внимания на какие-то другие симптомы, начинают говорить о том, что что-то происходит в голове не так. И тогда мы понимаем, что надо… Вообще, я хочу сказать, при любых симптомах, которые у вас в организме появляются, что-то у вас не так идет, проверяйте сразу щитовидку. Вот просто сразу проверяйте щитовидку, потому что 70%, если не 80% вероятности, что там что-то происходит не так. Потому что любая деятельность нашего тела, она, как правило, связана с этой работой, с работой щитовидки. Очень напрямую связана с синтезом витамина А, провитаминов. Очень напрямую связана с всасыванием из кишечника витамина группа В. Очень стимулирует моторную функцию кишечника. Я хочу сказать, что длительные и тяжелые гипотириозы приводят к сильным изменениям в толстом кишечнике. Вот буквально последние истории, которые у меня тут происходили с моими пациентами, с нарушением моторики, с классическими длительными запорами, потом изменением слизистой толстой кишки. А всего-то надо было отрегулировать щитовидку, и постепенно, медленно все эти проблемы ушли. Хотя, безусловно, никто не отменял работу с ЖКТ, но тем не менее, щитовидная железа, гормоны этой железы играют огромную роль на работу нашего кишечника. Ну и, естественно, половые железы. Это просто прямая связь. Если выраженный гипотириоз, у женщин пропадает менструация, у мужчин пропадает потенция. Это просто вот вообще-то я хочу сказать, что мы разнесли наш орган в традиционной медицине по разным кабинетам, наше тело по разным кабинетам, разобрали его на орган. И тот же профессор Егоров говорил о том, что каждый специалист назначает свой блок лечения, не согласуя с блоком предыдущего специалиста. И очень часто, и не очень часто, а происходит такая вещь в организме, как соединение двух или трех препаратов, которые человек принимает, и образуется новый препарат, который непонятно как будет работать в этом организме. Поэтому вот эти же мини лекарства, которые иногда пьют люди в пожилом возрасте, это дело достаточно опасное. Если это назначал не один доктор, который хотя бы более-менее видит картины. Поэтому очень важно понимать, что эндокринная система – это единый орган. Это не по отдельности мы где-то. У нас же получается, что даже эндокринная система разбита по разным докторам. Желудочная и щитовидная железа – это у нас эндокринолог, дальше у нас гинеколог, дальше у нас уролог, и мамолог, и так далее. А на самом деле, если с щитовидкой непорядок, то будут проблемки немножко и в груди, будут проблемки и с маткой, и с яичником. И наоборот, ровным счетом наоборот, если проблемы в нижнем этаже, пойдут проблемы в верхнем этаже. И так далее. Все очень-очень близко взаимосвязано. Причины распространенности заболевания щитовидной железы. Вы знаете, постоянно мы и всегда говорили, говорим, что дефицит йода в продуктах питания. И чем больше, чем тяжелее экологическая ситуация, тем сложнее этот йод получить, даже если он и есть в продуктах питания. Потому что для того, чтобы утилизировался йод, должен быть селен, должно быть железо и так далее. Поэтому дефицит йода всегда был номером один, либо дефицит на йода, либо генетически обусловленное нарушение утилизации йода. Номер два – это экологические и социальные катастрофы и их последствия, и острый хронический стресс. Ну, социальные катастрофы – это тоже острый хронический стресс, я бы сказала. Да, экологические катастрофы – это тоже острый хронический стресс. Мы это уже переживали и переживаем. И как-то на нашу жизнь досталось очень даже приличненько и экологических, и социальных катастроф. И как-то нам надо все-таки наш организм удержать об этом и будем говорить. Функция щитовидной железы. Вот она троякая. Три имеют варианта. Эутироз – это нормальный уровень гормонов. Вы знаете, мы ниже еще раз будем разбирать, что функцию щитовидной железы описывают три гормона. ТТГ – тиреотропный гормон. Сейчас ниже разберемся, откуда он взялся. Это гормон гипофиза Т3-Т4. Уровень гормонов нормальный – это аутироз. Но это не значит, что щитовидная железа здоровая. Иногда это первая стадия аутоиммунного тиреидита. Поэтому если мы вышли на аутоиммунный тиреидит, очень хорошо застыть на первой стадии. То есть чтобы это не прогрессировало, заблокироваться и вот как бы в этом состоянии жить, чтобы гормоны были свои собственные, чтобы они организм обеспечивали полностью свое производство, было налажено в теле. Гипотиреоз. Уровень гормонов снижен. ТТГ будет высоким в этой ситуации. Т4-Т3 будут низкими. Так вот я хочу сказать, что прямая связь умственной деятельности с уровнем ТТГ. Чем выше уровень ТТГ и чем дольше мы его держим на этом высоком уровне, тем ниже возможности нашего головного мозга. Тем ниже вот все эти функции памяти, внимания и так далее. Вы знаете, почему-то гипотиреоз выделяют как отдельное состояние. Вот даже я когда была на этих курсах, читали про этакринную систему, в частности про щитовидную железу и говорили только о состоянии гипотиреоза. И хотя состояние гипотиреоза, оно ведь транслируется через заболевание, скажем так. И одна история, когда у нас просто нехватка гормонов, и это эндемический зуб, и это одна история выхода из этого состояния, и совсем другая идеология. Дозникновение гипотиреоза при аутоиммунном тироидите – это совершенно другой подход и другое лечение. И только потом я поняла, почему это делается. Потому что состояние гипотиреоза встречается практически у 70% заболевших, оно очень часто встречается по сравнению с другими состояниями. И в традиционной медицине лечение одно – только гормоны. Знаете, и расчет гормона даже при малейшем колебании, да при приближении к 5, назначается 1 мг на килограмм веса. Это сумасшедшие какие-то дозы. Я вот послушала, честно говоря, так впечатлилась, думаю, какое счастье, что нам это не грозит, что мы все это можем урегулировать совсем другим мирным путем. Потому что последствия длительного приема гормонов мы тоже знаем. Мы тоже знаем, что искусственные дрова, которые забрасываются в организм, они сгорают и оставляют все-таки пепел. И этот пепел в организме производит свои неприятные вещи, оседая в разных местах, скажем так. И, наконец, состояние гипертиреоза, когда уровень гормонов повышен. Вот запомните, если ТТГ низкий, Т3, Т4 высокие – это вот гипертиреоз. Гипотиреоз, ТТГ высокие, Т3, Т4 низкие. И нормальное – это нормальное. Как обследуется щитовидная железа? Ну, во-первых, ультразвуковое обследование. Я всегда всех призываю один раз в год, несмотря на то, что у вас все хорошо. Мне теперь очень часто говорят, что у меня по щитовидке наследственность. Друзья мои, по щитовидке наследственность у 80% нашего населения. Не поверите, у 80% нашего населения наследственность по щитовидке. И она все почему-то растет и растет. Поэтому наследственность – это дело относительное. А вот то, что мы живем в совершенно непростые времена и реагируем мы в первую очередь, мозг у нас управитель, и стрессы наши, все наши бурные переживания передаются на тело через эндокринную систему, потому что эндокринная система у мозга исполнитель. И вот эти гормоны, которые бегают по нашему телу, они и вершат всякие неприятные ощущения, и всякие нарушения вначале функциональные, а потом переходящие в какие-то морфологические сложные заболевания. Поэтому на УЗИ щитовидной железы один раз в год сходить святое дело и сводить своих детей. У меня приходят уже детки с гепатериозом в 5 лет, в 7 лет, с высоким ТТГ. Поэтому не, в общем-то, потратьте это время для себя, для своей семьи и ведите себя на исследование. Если есть хоть малейшие изменения в щитовидной железе, если вам доктор, который вас смотрит, сказал, у вас как у всех, то есть она немножко гипертрофирована, увеличена, она действительно теперь редко бывает нормальных размеров, сразу бегите на сдачу анализа крови биохимического. Дело в том, что мы, извините, можем говорить о том, что у всех гипертрофия щитовидной железы, да, у нас такая экология, у нас такая жизнь, но тем не менее гипертрофированная щитовидная железа может быть как иметь уровень нормальный гормонов, так она уже может давать состояние гипотериоза. А гипотериоз мы все-таки ощущаем в первую очередь через анализ крови, увидим раньше, чем он проявится у нас на клиническом уровне. Когда у нас уже проявляется на клиническом уровне, уже и сами пойдете искать помощь. Итак, что мы сдаем? Какие анализы? Всего 4 анализа, хотя там есть развернутые варианты. Вы знаете, есть вообще для того, чтобы обследовать щитовидную железу, можно сделать вообще, наверное, анализов 15. На самом деле так. Только у меня и наши биохимические лаборатории, особенно платные, и вот уже деклазис доходов. Это все замечательно. У меня всегда по поводу анализа возникает один вопрос. Как это влияет на лечение? Как это влияет на лечение? Как этот анализ влияет на лечение? Вы понимаете, мы можем углубиться в биохимию прям вот, я не знаю, там до 25-го колена. Это просто потрясающе. Я вот слушала доктора Егорова, я слушаю когда нашего Антелевского, я просто тащусь, и я просто в восторге, как они глубоко вникают. Любую дашь тему, они тебе разобьют, я не знаю, как бы от 125-го колена понимание этого процесса. Вопрос в том, как это влияет на лечение, потому что сдача анализов ради анализов смысла не имеет никакого. Да, если интересно все, что там происходит, если вы исследователь по натуре, и вам интересно вот все эти глубокие изменения, которые в организме происходят на биохимическом уровне, конечно, можно сдать анализы. Но вообще нужно иметь минимум тех показателей, на которые мы можем реально влиять. Вот на все эти четыре показателя мы можем реально влиять с помощью биологических наших активных добавок, с помощью продукции НСП. Поэтому тереотропный гормон, еще ТСН иногда бывает, тереотропный гормон, это гормон гипофиза, он регулирует уровень гормонов, он, вернее, работает на щитовидку, он составляет щитовидку либо тише быть, либо проявить бурную активность и так далее. А дальше Т3, Т4, это те гормоны, я пропустила Т3, не забудьте, Т3, Т4, это те гормоны, которые непосредственно мы смотрим их соотношение, и антитела к тиреопероксидазе, это показатель, который расскажет нам о аутоиммунном процессе в организме, и антитела к тиреоглобулину, который тоже нам расскажет о том, как себя ведет щитовидка. Если есть узлы, если есть узлы, я не сторонница бежать сразу на биопсию, абсолютно не сторонница, даже с сантиметровыми узлами. Дело в том, что онкология проявляется достаточно редко, если перерождение этих узлов идет, то включаются обязательно лимфоузлы рядом, свидетельствующие о наличии онкологического процесса. То есть всегда имеет способ посмотреть, подождать, понаблюдать. Только несколько видов рака щитовидной железы достаточно опасны для организма. А так в основном папиллярный рак, он не опасен по местостазированию. Это тоже, конечно, с этим надо, его надо убирать, с этим надо работать, но тем не менее не та ситуация, как есть некоторые виды, когда тут без операции никак, и чем быстрее, тем лучше. Поэтому узлы вначале наблюдаем. Если они имеют тенденцию к роста через три месяца, но узлы надо наблюдать впервые, выявленные в течение трех месяцев, отправить курс лечения и посмотреть. Тенденция к росту, тенденция к стабилизации, тенденция к уменьшению. Я имею в своей практике, чем близкого мне человека, который узел в сантиметр, ушел бесследно. Это была большая работа, не один год, конечно. И это было не только, мы будем говорить немножко о психосоматике, дело в том, что щитовидная железа, атомный тироидит, это психосоматическое заболевание чаще всего. Конечно, тут надо работать с головой, надо работать с психикой, надо наводить порядок в своей жизни и медленно, и верно. Там еще куча, естественно, программы, программы, программы. И потихонечку, помаленечку, 6 миллиметров, 4 миллиметра, и щитовидка стала опять прелестной бабочкой. И ни один случай у меня был. Если мелкие и свежие узлы, они вообще имеют тенденцию к исчезновению. Поэтому не спешите под биопсию, не спешите под нож. Но, тем не менее, если через 3 месяца вы увидели тенденцию к росту, обязательно биопсию надо делать. Это не страшная процедура, и лучше убедиться в том, что там все спокойно, и вы лечитесь дальше. Либо ходить и переживать по поводу создавать себе дополнительный стресс. Стресс у меня иногда приходит, и говорит, ой, что делать, не хочу биопсию делать. Ну, а вдруг там что-то есть, а вдруг там что-то есть. Я говорю, если вдруг что-то там есть, для вас серьезно очень держится в голове, то лучше пойти и сделать, чтобы снять вот эту волевую точку, чтобы успокоить этот центр головной мозги, скажем так. Вот если хотите уничтожить нацию, уберите из пищевого рациона йод. Это так просто. На самом деле это так. И на самом деле это так. Потому что йод относится к незаменимым микроэлементам в питании. И, в общем-то, он очень-очень-очень важен для деятельности головного мозга и нервной системы. Но мы уже об этом немножко говорили. И перейдем сразу к эндемическому зобу. Так, извините меня минуточку. Я пропустила вот этот слайдик. Вот как-то он у меня промелькнул. Давайте мы еще раз посмотрим, как работает в организме, как головной мозг связан со щитовидной железой. Смотрите, у нас есть гипоталямус, который работает на гипофиз. Мы открываем глазки, и свет, который падает у нас на гипофиз, на гипоталямус, дает пробуждение гипофизу. Гипофиз просыпается и начинает смотреть, что же в его царстве и государстве происходит. Потому что он управитель практически всех наших желез в организме. И первое, что он делает, он смотрит уровень гормонов в крови Т3 и Т4. Если там баланс, гипофиз спокойненько продуцирует свой гормон в том количестве, чтобы поддерживать нормальный уровень работы щитовидной железы. Если вдруг там недочет, то, соответственно, он усиливает ТТГ, ну тут ТС, аж тут он показан, и тут же стимулирует работу щитовидной железы, делает ее бурной для того, чтобы она увеличила уровень производства наших гормонов. Ну и если там избыток, то, соответственно, идет понижение ТС, чтобы щитовидка успокоилась. Ну и дальше мы уже переходим к непосредственному заболеванию. Эндемический зуб. Я там промелькнула, пролистала некоторые данные в Северной организации здравоохранения, ООД. Я думаю, что это, в общем-то, меняется из года в год. И вообще к статистике стало относиться очень-очень критически. Вообще к средствам массовой информации, к статистике в частности. Поэтому я как из опыта вам скажу, что поражение щитовидной железы 70% населения, 30% не обследованные. Вот это я вам точно скажу. И чем меньше йода в продуктах питания, тем ниже умственная активность населения. Это точно. И тем ниже учебоспособность детей. И теперь мы поговорим, говорили о состояниях, которые дает щитовидная железа. А теперь поговорим о заболеваниях, которые приводят к этим состояниям. Итак, эндемический зуб – это наиболее простое заболевание, я бы сказала. С ним достаточно быстро, особенно если он еще не узловой, просто диффузный, достаточно быстро можно разобраться, потому что это реально нарушение всасывания йода, нехватка йода в организме. И мы в первую очередь решаем вопрос с насыщением тела йодом. Вот смотрите, первая стадия, вторая, третья, четвертая. Я однажды в жизни видела четвертую стадию. Вот такую огромную щитовидную железу. Я тогда работала еще в клинике заведующего отделения. И выходя из клиники, у нас рядочком есть центр по патологии щитовидной железы, и там выходил мужчина. Но я бы не сказала, что старый. Вот с такой щитовидной железой. Реально. Для меня это один раз в жизни было за все 46 лет в моей практике. Вы знаете, была потрясена сама. Прямо прошла за ним какое-то время. Но до такого доводить себя не надо. Не даже до третьей стадии не надо себя доводить. Безусловно, уже на первой-второй стадии надо решать вопрос, решать его как через восстановление. Ну, в первую очередь предрасполагающие факторы. Я вам говорила, что не только, извините, нехватка йода и еще вот загрязнение воды нитратами они будут нарушать всасывание йода. Нехватка селена, нехватка марганца, эвамолибдена. Вот вы знаете, вот все, что содержится у нас в коллоидных минералах. Вот нехватка этих минералов приводит к нарушению сосывания йода и к нарушению, в смысле, к нарушению работы щитовидной железы. Ну, из продуктов питания вы можете вот понаблюдаться, с чего нам там получше будет, чтобы у нас йода была в организме побольше. Никто не отменял старую, хорошую традицию перегородки грецких орехов, заливать, настаивать две недели, заливать спиртом или водкой и капельки пить. Это тоже хороший источник йода, просто великолепный. Дальше. Опять мы говорим про метр, опять мы говорим про селен, опять мы еще поговорим про железо и так далее. Как клиника проявляется? Определяется она функциональным состоянием щитовидной железы. Вот это гипогипертиреоз или норма, по гормонам. Это функциональное состояние щитовидной железы. Величиной зоба и локализацией. Вы знаете, зоб щитовидной железа, я об этом не сказала, она вообще расположена, вот так, как я вам показывала, очень красивенько на средней линии шеи. Но она, может быть, и в подчелесном положении ни разу в жизни не встречала. Вот столько работаю, ни разу в жизни не встречала. А вот загрудинное расположение щитовидной железы я имела удовольствие видеть. Во-первых, это очень пугает рентгенологов, потому что это реальная тень в проекции где-то легких. И, в общем-то, бифуркация, и это пугает с одной стороны. С другой стороны, очень тяжело, эту ее практически невозможно обследовать, очень тяжело обследовать. И мы чаще всего находим такую локализацию, когда уже выбивается из этой ремки на ямке щитовидка, увеличивающаяся в размерах, увеличенная в размерах щитовидка. И тогда думаешь, оба-оба-на. Тут вроде бы глянешь шею, все нормально, глянешь шею. Почему я говорю? На УЗИ надо ходить. На УЗИ там сразу определяют все, сразу увидят. Причем я хочу сказать, состояние организма, величина зомы между собой никак не связаны. Иногда небольшой узелочек даст такую картину, что мама не горюй. А иногда вся побитая на узлы щитовидка огромных размеров, а щитовидка человек вполне адекватно и нормально себя чувствует. Как проявляется гипотиреоз? Ну, гипотиреоз, поскольку я сейчас буду перечислять, вы у себя по одному, двум, трем признакам, симптомам все найдем. Мы все найдем. Ну, слабость, действительно утомляемость настолько повышенная, что иногда люди просыпаются, утром встают и уже готовы лечь обратно. То есть уже отработали день. Ну, а что касается второй половины дня, это, как правило, повышенная утомляемость. Такая к вечеру апатия, когда приходится, у меня очень часто пациенты рассказывают, что прихожу домой, шевелиться не хочется. Нарушение памяти, нарушение внимания. Вот у меня одна из главных жалоб у одного главного бухгалтера, склоняя голову перед этой категорией людей, очень сложная профессия, ведущая к удалению щитовидной железы, как правило. И она говорила, что вот вроде бы работало все, потом вдруг смотрю в компьютер, а цифры разбегаются, а этих рамочек вот как-то я и не вижу и так далее. Зябкость, вот холодные руки-ноги, да, вот замерзнут руки-ноги. Отечность после сна. Я бы сказала, даже не отечность, а дутловатость. Вот она как-то, тело кажется, прям вот все, какая-то, ну, отечность всего тела. Вот не только лица, не только век всего тела. И дутловатость лица конкретная. Вот увеличение веса даже при низком аппетите. Вроде диета не менялась, а вес начал прирастать. Ну, про запоры я уже даже говорила. Сохость кожи, ломкость ногтей и ломкость волос. Потеря интереса к окружающему, да, на самом деле. Ну, вот гипотириозники, они склонны поплакать, склонны к сентиментальности, но они не агрессивные. Они тихонечко сидят, и вы их не трогаете. Ну, если очень обидчивые, но если какие-то претензии к человеку с гипотириозом идут, то человек начинает плакать, он начинает обижаться очень сильно. Но если тихонько его никто не трогает, так и вроде ничего. Сам собой поплачет, успокоится, и ладно. Но эмоциональность вот такая очень-очень лобильная. Деятельность сердца тоже замедляется. И я хочу сказать, что также идут нарушения в подсердечно-сосудистой системе, и иногда на вскрытии находили инфаркты, которые человек не ощущал. То есть снижен болевой порог чувствительности. То есть боль переносится легче. Вот настолько заторможенность такая в организме, и во всем наступает. И пульс редкий, и все как-то так. Чем раньше наступил гипотириоз, тем тяжелее будет с убственной деятельностью. Но это крайнее проявление. Это когда врожденный гипотириоз, и вот эти крайние проявления – третинизм. Скажем так, диффузный токсический зоб или гипотириоз. Он встречается повсеместно, но чаще всего у женщин. Вот я вообще за свою жизнь с гипотириозом встретила только одного-единственного мужчину. Причем это была такая уникальная история. Вы знаете, я всегда говорю, если вам тотально удалили щитовидную железу, это еще не значит, что ее тотально удалили. Все равно надо ходить на УЗИ и периодически проверяться. Пришел мужчина очень… Ну, он просто сидеть не мог. Он вскакивал, он бегал у меня по кабинету, принимал 300, 300 элитероксина. Представляете, доза сумасшедшая. Ему все добавляли, потому что у него был гипотириоз, у него убрали всю щитовидную железу, и вот он жил на, скажем, на компенсацию торной функции гормона. И я вижу, что не про гипотир, тут речь идет. Он настолько раздражительный, активный. У него что-то сердцебиение бесконечное, у него кардиограмма пляшет, у него давление пляшет. Я говорю, идите, сделайте у вас щитовидные железы и сдайте гормоны. Что вы мне говорите? Я сдавала полгода назад гормоны. А когда стало плохо? А вот стало вот так недавно плохо. Короче говоря, потащила я его на УЗИ, а там оказалось, был оставлен кусочек щитовидной железы, выросло, отросло какое-то подобие доли, и в нем образовался опять тиреотоксический узел. Представляете? И опять у мужчины гипотириоз. Свой гипотириоз, плюс еще гормоны сверху. Вот то, что щитовидка отросла, это была еще история прям совсем у моего близкого человека, тоже было удаление щитовидки стопроцентное. Но смотрю, хорошо справляется без гормонов. Такого же быть не может, если нет щитовидки и не давать гормоны. Человеку будет плохо, однозначно. Но мы тоже пошли на УЗИ. Смотрим, тоже восстановилась часть щитовидной железы, вполне обеспечивала хорошо организм. Гормональный фонус обеспечивала, даже в анализах крови было нормально. Поэтому, если даже есть тотальное удаление, все равно интересуйтесь, периодически смотрите шею, лимфоузлы смотрите и так далее. Что там, не прошло ли там восстановление какое-то. Потому что щитовидная железа – это второй орган после печени, который имеет возможность восстанавливаться в какой-то степени. Поэтому, когда тотально… Вот у меня всегда как-то вот… Особенно, когда молодые женщины идут на удаление. Раньше вообще тотально удаляли, не разговаривая. Теперь, правда, если одна даже доля поражена раком, а вторая нет, удаляют одну долю. То есть разный подход. И хорошо бы в хорошие руки попасть, чтобы решить не так кардиально. Потому что, когда молодые женщины, там идут куча всяких уже потом последствий при отсутствии щитовидной железы. Да, еще же рожать хочется. Но хочу сказать, что родить можно и на искусственном… По поддержке на искусственных гормонах все может быть. Гипотириоз возникает очень рано. Это с 20 до 50 лет. Как правило, в пожилом возрасте это чаще всего и в раннем детском возрасте это, как правило, гипотириозы. Какие причины? Ой, разные. Чаще всего тяжелый эмоциональный стресс, перегрев на солнце. Я вот тоже как бы после любительницы загара, когда загар неразумный, когда загар 24 часа на 7 идет, тоже иногда бывают такие провокации. Ну и тяжелые инфекции. Тяжелые инфекции, они всегда с чреватой последствиями. К сожалению, мы имеем такую картинку после ковида. И щитовидка после ковида тоже очень сильно страдает. Основные проявления серио-токсикоза. Я хочу сказать, что чаще всего эти пациенты попадают в кардиологию. Чаще всего попадают в кардиологию по той простой причине, что тахикардия, прыжки давления, иногда даже склонность к гипертоническим промо-синдромом. Это не гипертония, это синдром гипертонический, тем не менее. Вечное чувство жара. Вот чувство жара. И мы, как правило, теряют вес. У меня была история одна с моей приятельницей, которой мы разъехались в разные районы города Минска, перестали встречаться. И она мне, ну, созваниваемся регулярно, и она мне стала хвастаться, что она худеет. Ну, жизнь у нее была такая, она работала в банке, ну, и, как правило, там чего-то не срастало в семейной жизни, конечно, стрессов было достаточно. Но она радостно мне стала сообщать, что она худеет, а вес у нее был такой приличный, под 100 килограмм. Она говорит, ты представляешь, как здорово, вот я там сбросила столько, сбросила столько, а потом вдруг она мне звонит тревожным голосом. Ты знаешь, что, говорит, я сбросила уже половину. То есть уже не захотелось дальше худеть. И срочно, я, конечно, сориентировалась срочно. Мы отправили ее на гормоно-щитовидные железы, там так шкалило, что там без гормонального лечения невозможно было этот вопрос решить безусловно сразу на меркозалил, потому что огромнейшее количество, высокий очень титр был, гормонов и вот этот токсикоз. Это вот ведущие симптомы, потом и чувство жары, и потливости, и неустойчивая температура. Вот суприфибрильная температура очень характерна для патологии щитовидной железы вообще, и в частности для тиреотоксикоза. Она бывает и при гипотиреозе. У меня вот подростки особенно дают, потому что у подростков при патологии щитовидной железы, при гипотиреозе очень часто сопровождается все это нейроциркуляторной дистонии. Они и так, бедняги, страдают. У них и так с нервной системой напряг, а тут еще и с гормонами напряг, потому что гормональная система у подростка в отличие от его тела и мышцы не успевает за его потребностями. И, соответственно, и так такое клиническое состояние гипотиреоза, даже если нормальные анализы. И поэтому я всем подросткам всегда советую профилактироваться КЕЛПом еще до того, как начались какие-то жалобы. И я хочу сказать, что вот это вот сочетание, в общем-то, дает и очень хорошее ощущение. И внутренняя дрожь, и дрожание рук. Вот приходит в этом состоянии прямо дрожание внутреннее в области третьей чакры или подложечковой области, в области солнечного сплетения, там все время тревога. Но все время тревога. Иногда даже сопровождается паническими атаками. Гипотиреозики очень беспокойные и очень агрессивные. Вот если такое в доме или такое на работе, то мало не покажется. Они начинают просто лезть всюду и раздражаясь всех учителей. Если бы они еще учили как бы в таком рекомендательном настроении и положении. А так они диктатом стараются всех урезонить. И все так плохо, все так плохо. Я никогда не забуду одну пациенту, по которой она преподаватель вуза была, пришла. На полтора часа у меня сидела, я никак не могла закончить консультацию. Она все мне говорила, говорила. Она перебрала все, что мне было на столе. Я так потихонечку у нее отбирала, то есть турия болезнь, это еще что-то, я еще на клипке работала. И потом она плакала. Она плакала, потому что на работе все сволочи, дома тоже все сволочи, собака лает, и то не так. Все время ей было все плохо. Через месяц лечения она пришла, и они не сразу чувствуют радость жизни. Стала говорить, что ничего особенного не произошло в результате лечения. Я говорю, да что вы говорите? Я говорю, а я вот прям сразу вижу. Она говорит, что вы видите? Я говорю, а то, что вы не плачете и не берете у меня ничего со стола. Это уже был показатель того, что лечение пошло на пользу. Так вот это раздражительность, обидчивость, суедливость, плохой сон. Точно так же нарушены функции центральной нервной системы. То есть точно так же падает внимание, плохая память, плохое воспроизведение. То есть если мы что-то прочитали, что-то увидели, потом это надо воспроизвести, а вот и никак не получается. Вот то, как бы отдельно выделило сердечно-сосудистую. Вот эта тахикардия, почему попадает чаще всего в кардиологию? Теперь раньше нет. Вот у меня первые пациенты, которых я обследовала, в кардиологии лежали, иногда погоду лежали в кардиологии, ну в смысле попадали в кардиологию, и никто не брал эти гормоны. И мне приходилось отправлять на гормоны, и мы видели, что причина вот этих излименений как раз лежит в плоскости щитовидной железы. Вот, но теперь, слава богу, обследование для любого аритмика, для любого гипертоника, для любого ИБСника, скажем так, всегда идет определение уровня ТТГ, чтобы как-то сориентироваться, что же там делает щитовидная железа, и не она ли виновата в том, что происходит с сердечком у человека. Но еще существуют глазные симптомы, эксофтальм. Но я вам показывала и покажу. Вот знакомую нам женщину, прикрывается, может, фотографии не видите, знакомую нам женщину, которая имела классический гипертиреоз. Классический гипертиреоз. С гипертиреозом понятно, два состояния. Вот с аутоиммунным тироэдитом у нас взаимоотношения более сложные. С зопом мы не уже будем разбирать лечение, там я расскажу. Там результат получить, имея гипертиреоз, обусловленный эндемическим зопом, не представляет особой сложности. А вот что касается аутоиммунного тироэдита, и это уже пляска иногда до трех лет для того, чтобы выйти на полную норму. Можно выйти на полную норму, можно полностью восстановить щитовидку, уйти от этого заболевания. Но это тоже большая-большая работа не только с наборами нашей продукции, но и с нервами, с характером, с головой своей, меняем образ жизни, меняем привычки. Тут очень много надо сделать, потому что аутоиммунный тироэдит – это аутоагрессия. Вообще любое заболевание аутоиммунного характера – это аутоагрессия. Аутоагрессия – это когда ваш головной мозг в воспаленном состоянии, получая информацию извне, через ваши органы чувств, там уши, нос, не знаю, глаза, тактильное ощущение, вдруг понимает, что вами недовольны. И, соответственно, вы начинаете ощущать состояние внутреннего горя и, так скажем, внутреннего недовольства. Сначала идем по пути жертвы, мы как бы нас обижают, а потом начинаем гнобить себя, говорить о том, что я недостаточно хорош, поэтому меня там не любят, не уважают, не дают мне должности, не платят высокую зарплату, не покупают нужные вещи и так далее. Аутоагрессия – это, к сожалению, то, что запускает этот процесс. И вот любовь к себе, о которой я очень много говорю на своих лекциях, это не пустой звук, но мы сегодня об этом тоже поговорим. Принятие себя таким, какой я есть, и все, что я сделала в этой жизни, я сделала максимально хорошо, как мог бы сделать на данном уровне своего развития. Вот ребенок может на какую-то ситуацию отреагировать так, а взрослые отреагируют по-другому. И мы, как те дети, идем по пути развития от первого дня рождения, и, я думаю, до последнего вздоха на этой земле, мы все равно будем идти по пути развития. И поэтому надо понимать, что на разных этапах своего развития мы можем поступать тем или иным образом, самым лучшим, как мы только можем поступить. И поэтому не надо себя корить за то, что сделал что-то не так. И не надо себя окнабить за то, что я недостаточно хороша, недостаточно хорош, недостаточно совершенен и так далее и тому подобное. Потому что, как только мы говорим, головной мозг – это группа нейронных связей, которая постоянно горит огнем и говорит о том, что я несовершенен. Эндокринная система, у нас там есть активный эмоциональный мозг, который горит, а есть автоматический мозг, условно говоря, это по системе германской медицины, переводит уровень болезни на автоматический мозг. И автоматический мозг нас защищает от уничтожения. И он говорит, давай-ка ты поболей, может, потом перестанешь думать плохо о себе. И переводит в это состояние воспаления щитовидной железы. Почему в традиционной медицине и нет градации? Гипотириоз, да и ладно, все равно и тероксином лечим результаты. А оказывается, не совсем ведь так. Так, при воспалении щитовидной железы, для того, чтобы добиться результата, для того, чтобы она хорошо заработала, надо ведь снять это воспаление щитовидной железы, надо привести ее в норму. Это причина того, что у нас возник там гипотириоз или гипотириоз. Скажем так, вот об этом речь идет. И тут другое отношение к йоду возникает. Поэтому аутоиммунные заболевания – это всегда про себя, про себя любимого. Это всегда про отношение к самому себе. И это очень часто у женщин, потому что мы наторы эмоциональные. И мы очень любим себя погнобить, такое бывает. И даже если мы проявляем агрессию, иногда это просто форма защиты. К сожалению, так. Причины, причины возникновения. Ну вот про аутоиммунные я вам рассказала. В основном это за счет аутоагрессии. Послеродовые эти рейдиты очень часто. Ну, я хочу сказать, что аутоиммунные заболевания – это всегда дырка в иммунной системе. Эта иммунная система извращается, как правило. Что такое беременность? Эта иммунная система должна принять за своего инородное, что называется, тело. Вот этот детеныш начинает расти, и иммунная система не должна его отторгнуть. Потому что все, что появляется лишнее в организме, оно у нас отторгается благодаря иммунной системе. И поэтому на этом фоне иногда она перестарается и начинает бить по другим органам. И особенно если фон беременности не очень благополучный. Или нежелательная беременность, и женщина сама расстроена в первые месяцы того, что вот как бы, ой-ой-ой, не хотела бы. Либо разводы в этот период иногда встречаются. И всякие-всякие расставания, и с работы проблемы, и так далее. Если беременность нежелательная, вероятность возникновения от иммунного тироэдита в этот период очень высокая, я бы сказала. Есть молчащий тироэдит, молчаливый такой. Он вялотекущий, и латентно его еще называют. Но мы его можем определить совершенно случайно. Чаще всего с ним не связывается ничего. Ну и вот опять же, цитокин индуцированный тироэдит, это последствия тяжелых инфекций, в частности ковида, тоже имеем такое удовольствие. Фазы заболевания. Надо понимать, вот здесь с фазами заболевания связан прием йода. У нас очень много разночтений по тому, можно при аутоиммунном тироэдите йод или нельзя. Вот можно и нельзя. Смотрите, элтироидная фаза. Все у нас там благополучно. Совсем без йода организм не живет. Все равно необходимо подбрасывать туда что-то. Что здесь можно подбрасывать? Только суперкомплекс. Но мы будем ниже говорить. Только в еде. Избегать йода не надо. Но принимать какие-то дополнительные усиленные дозировки йода не имеет смысла. Субклиническое или субклинические проявления. Это вот проявления такие небольшие. Мы еще чаще всего не думаем, что это проблема щитовидной железы или это откуда что взялось. И вот с аутироидной фазой они как бы вместе сочетаются. Дальше идет гипотиреоидная фаза, а дальше гипотиреоидная фаза. И вот в состоянии гипотиреоидной фазы, там мы пользуемся йодом. При гипотиреоидной не пользуемся йодом. Вообще вот иммунный тироидит может дать низкий ТТГ и высокие гормоны, а может дать высокие ТТГ и высокие гормоны. А может дать все, что хотите. А там такие бывают извращения в анализах, потому что мама не горюй. В три фазы проходит сама щитовидная железа. Сначала она нормальная. И как правило аутироидит ставят по ее структуре. В размерах она не увеличена. Потом она увеличивается, гипертрофическая фаза. И как правило эта гипертрофическая фаза сопровождается гипотиреозом. Вот тут мы ее используем. Опять же ниже буду говорить. И дальше идет дело к атрофии. То есть вся щитовидка начинает уменьшаться в размерах. Когда она в размере меньше 5-4, в принципе уже восстановлению крайне редко подлежит. Хотя я всегда вдуваю веру в своих пациентов, потому что чудеса на свете случаются. И щитовидка умеет восстанавливаться. Если там есть хотя бы группа хороших клеток, почему бы не верить в то, что они могут восстановить всю щитовидку. Почему бы нет? Поэтому надо всегда верить в то, что может быть хорошо. Какие еще могут быть отягощающие последствия для аутоиммунного тироидита? Вот мы уже проговорили про тяжелые вирусные заболевания, про хронические очаги инфекции. Особенно про беременность, которые в беременности встречаются. Избыток хлора и фтора. Почему не очень хороши и приветствуются пасты с фтором? Потому что вот такая есть проблема. Если его много в организме, плохо утилизируется йод. Бесконтрольный прием гормонов. Радиационное облучение. Про аутоагрессию мы поговорили. Острый стресс – это как решение аутоагрессии. Какие для диагностики тироидитов в венозной крови определяются нормы? Вот посмотрите. ТТГ. Я вообще-то, знаете, можно это не запоминать. Потому что разные лаборатории иногда дают разные уровни, референтные значения. Нам нужно держать, есть референтное значение, коридоры референтных значений. Это, допустим, от единицы до четырех. И есть значение коридора здоровья. Коридора здоровья от полтора до двух с половиной. Вот ТТГ. Поэтому если мы в этом коридоре здоровья, очень хорошо. Если мы приближаемся к четверке, давайте уже профилактироваться достаточно активно. Ну и все остальное тоже как бы имеет разные показатели. От разных лабораторий зависит. Но в среднем, в основном, вот эти показатели даются у нас. Ну вот, кроме того, что мы поговорим сейчас о еде, чего уж хочет щитовидная железа. Вот щитовидная железа очень любит еще вот эти вот все продукты, кроме того, что йод содержащие, про которые мы говорили. Или в том случае, когда мы йод не употребляем, тоже вот все равно щитовидка любит какие-то продукты обычные. Теперь начинаем, переходим к профилактике. Переходим к профилактике в первую очередь. У нас есть просто обалденный комплекс, который решает проблемы с профилактикой в первую очередь. И во вторую очередь с лечением эндемического зуба. И вообще с поддержкой щитовидной железы. Первое, что мы делаем. Профилактические дозы. Беременность. Если мы исходим из того, что у беременной щитовидная железа нормальная. Если там есть отклонения, это индивидуально и решается. Беременным. Одна капсула йодов через всю беременность, все 9 месяцев. Не важно, солнце не солнце, лето не лето, зима не зима, где вы находитесь, в каком вы состоянии. Одну капсулу, как еда, как питье, воды и всего остального. Одну капсулу поддержки. Потому что йода в это время у беременных дозировка, суточная потребность возрастает почти в два раза. Так у нас 150, 200, а так 200-250 микрограмм в сутки беременным необходимо. Детки до 7 лет. В этазавриках есть красные водоросли. Они очень хорошо поддерживают йодный баланс. Поэтому до 7 лет от одной постилки до 3 постилок мы можем поддерживать профилактику проблем. Детки от 7 до 12 лет. Тут включаем суперкомплекс. Суперкомплекс – просто роскошный комплекс для профилактики патологии щитовидной железы. Потому что там содержится и селен, там содержится и железо. Таким же там содержится йод, там содержится хром. Там все содержится для эндокринной системы. Вот просто для энергетической системы там содержится все. Поэтому обязательно подключаем. Одну таблеточку для такого ребятенка будет достаточно. Вы знаете, это условное деление с 12 до 21 года. Это подростки. Но я хочу сказать, что иногда детки уже в 10 лет созревают, иногда в 15 лет еще субтильные. Мы, конечно, ориентируемся на развитие, на вес и так далее. Поэтому, а вот подростки, они просто вот они имеют к ним особое отношение, потому что для них это очень-очень важно. По 2 капсулы келпа это минимум. И очень бы хорошо в сочетании со 100 плюсом. Ну еще в сочетании с кальцием. Это просто еда для подростка. Потому что и так щитовидка барахлит, и так гормоны скачут, и так эмоциональность перешкаливает, и так у них восприимчивость такая повышенная. И надо обязательно подкормить. Ну и нагрузка, умственная нагрузка. Это, как правило, время обучения, время школы, поступления, институтов и так далее и тому подобное. Поэтому обратите внимание на подростков. Для них очень-очень это важно. У меня были случаи, когда у меня детки падали в ортостатический коллапс, когда просто темнеет в глазах. Вот резко повернулся человек, темнеет в глазах. Не знали причины, обоследовали все. Все было хорошо. Дали просто, дали келп. Хотя щитовидка считалась нормальной. Дали келп, все исчезло. Все эти обморки ушли. Вот так интересно. Вы понимаете, ин витро, ин виво, разные вещи в пробирке и в организме человека. По-разному работают комплексы. Одному надо 4, другому надо 1, одна капсула и так далее и тому подобное. Всегда слушаем и слышим свое тело. Слушаем и слышим свое тело. И обучаем этому детей. Взрослые от 21 года по 2 капсулы в течение месяца, каждые 3 месяца. Можно по одной постоянно. Или суперкомплекс 2 таблеточки в день. Диффузный нетоксический зуб. То, о чем я говорила. Гипотириоз на фоне зуба решает проблему келп. Я дала совершенно средние вам нагрузки по келпу. Я иногда назначаю и по 3 раза в день. В зависимости от того, что нам говорят анализы. И еще больше в зависимости от того, как себя человек чувствует. Иногда человек себя чувствует так плохо, что там и по 3 раза. Но это под наблюдением. Мы смотрим 10 дней, потом через 10 дней опять смотрим. Очень хорошо способствует усвоению йода еще в этой ситуации и защитная формула. По 2-2 раза. Я даю обычно на 3 месяца эти курсы. Потом уже смотрим еще раз УЗИ, еще раз анализы. Омега размягчает щитовидную железу. Снимает с клеточек какой-то процессор нехороший. И обязательно включаем HVP. Это если без изменений структуры. Если у нас есть УЗЛЫ, конечно, в этой ситуации добавляем протеазу плюс. Протеазу плюс как комплекс энзимотерапии. Вы знаете, я даю минимум, на котором мы уже можем получить результат. Конечно, коллоидные минералы тут не помешают. Конечно, кофермент Q10. Тут можно по списку идти и добавлять все, что хотите. Если состояние плохое. Тут иногда и кости уже болят. Тут иногда и сердце уже болит. И это уже по симптомам лечения. Но для того, чтобы восстановилась щитовидная железа при нетоксическом диффузном зобе, при гепатериозе достаточно даже вот этих четырех наименований. Диффузный токсический зоб. Диффузный токсический зоб. Тут в первую очередь успокаиваем нервную систему. По 2-3 раза валерья нут. Сюда же можно магний добавить. И препаратам выбора как... Ну, направление вы поняли. Мы работаем с обменом йода. Мы работаем с антиоксидантной системой. И мы работаем с полиненасыщенными жирными кислотами. И дальше мы работаем, даем полный спектр по синдромной терапии. Вот что валит, на то и направляем свои комплексы. Это тот минимум, а еще раз подчеркиваю, тот минимум, который даст возможность человеку хорошо себя почувствовать в первую очередь. Если токсический зоб, иногда мы прибегаем к меркозолилу или террозолу, к гормонам. Потому что иногда это такое тяжелое состояние, что лучше коротким курсом, неделю-две-три пропить гормоны, чтобы восстановить свое состояние, а дальше перейти на это лечение. Поэтому имейте это в виду, это минимум. Можно раскрывать список... Я не большая сторонница, честно говоря, больших схем, потому что они иногда отпугивают своим количеством капсул некоторых людей, некоторых своей ценой и так далее. Поэтому есть минимум, а дальше вы можете на этот минимум сугубо по состоянию там и кожи, ногти, волосы можно дать, и того, и этого, и вот этого, там целый список. Дальше вот про аутоиммунный тироэдит. Аутоиммунный тироэдит мы обязательно лечим противовоспалительно. Вы знаете, когда у нас исчезла чистая подарка у нас на нашем белорусском рынке, к сожалению, я перешла на Маринду, но потом вернулась к подарке даже такой со старогалом, который у нас с добавками. И все равно результат хороший. Вы знаете, я просто побоялась отстрогала, думаю, мало ли как он себя поведет, все-таки это иммунная система. Оказывается, прекрасно себя ведет отстрогал при аутоиммунных заболеваниях. Но не скажу за всех моих случаев, потому что я как-то все-таки склонна в этих ситуациях идти индивидуально. Ну вот средняя, опять пропустила Маринда, на букву О, подарка либо Маринда, по 2 капсулы 3 раза в день, по 20 дней каждого месяца. 20 дней пьем, 10 дней делаем перерыв. 20 дней пьем, 10 дней делаем перерыв. Грэппайн, в данном случае лучше грэппайн, потому что как бы ограничение идет по йоду. Тут у нас как бы нарушение идет утилизация йода, вот как бы с йодом у нас игрищи начались. Поэтому грэппайн с протекторами, он лучше в этой ситуации работает. Опять же валерьяновый комплекс, омегу. Включаем обязательно протеазу. Вот при аутоиммунном тироэдите протеаза, это один из комплексов наряду с подаркой. Чуть ли не номер один. И включаем буплером. Почему включаем буплером? Отпочечники начинают кортизолить. Я еще раз повторюсь, аутоиммунный тироэдит – это поражение центральной нервной системы. Это эмоциональная, жуткая неэмоциональная нестабильность. И поэтому приглушить кортизол можно дать буплером, можно дать витамин С, чтобы поддержать в этой ситуации надпочечники. И что касается йода. Что касается йода. С йодом мы осторожничаем в этой ситуации следующим образом. Мы можем давать, при гипотириозе мы его даем, но мы его даем по одной капсуле по 10 дней каждого месяца. Вот я назначаю так, 20 дней у меня идет подарка, либо мариндоков противовоспалительный, а потом 10 дней идет йод. Потом опять 20 дней противовоспалительная, 10 дней йод. И потихонечку, потому что провокатор – это если большая дозировка йода при аутоиммунном тироэдите, мы это сразу увидим. У нас начинают расти тетрантител. К ТПО. Вот просто сразу начинают. Поэтому с йодной этой профилактикой надо быть очень осторожны. Добавляем сюда, безусловно, селен. Вот если там защитную формулу я предлагаю, иногда селен и железо в таких средних дозировках тоже решают хорошо вопросы с аутоиммунными тироэдитами, с состояниями гипотириозными, потому что они как бы на уровне натурального продукта работают, участвуют в биохимии всего. Вот наличие селена и наличие железа, вот ферритин тоже играет роль, один из показателей, который контролирует этот процесс, по которому контролируем этот процесс, они улучшают активность вот этой пироксидазы. Они улучшают ее активность, она начинает лучше работать, и у нас как бы состояние улучшается. Поэтому и там, и то, и это тоже надо как добавочка. При третьей стадии аутоиммунного тироэдита, когда у нас лопаются фолликулы, выбрасывается большое количество гормонов в кровь, никакого железа, никакого йода мы не даем. Тут и так шкалит, тут и так состояние такое на грани. И вот уже в последней стадии, когда у нас идет атрофия щитовидной железы, я там ее тоже даю в больших количествах, потому что там уже мы, может, подстимулируем какую-то клеточку, которая у нас начнет хорошо работать. Что я еще хотела сказать про щитовидную железу и про аутоиммунный тироэдит, ну и вообще про заболевание, про патологию эндокринной системы в целом. Я бы сказала, это касается и поджелудочной железы, и половых гормонов и так далее. Главное, главное, это держать, уметь держать стресс. Надо уметь держать центровку внутри себя. Объективная реальность у нас практически не бывает хорошей. И раньше это было, и сейчас уже усугубилось до невозможности. Поэтому нужно создать свое пространство. Щитовидная тепла и любви. Щитовидная железа обожает тишину, любовь. Поэтому одну из рекомендаций я отдаю, когда люди имеют эту патологию, это чтение молитвы. Потому что вибрации, чтение молитвы вслух, вибрация передается на щитовидку голосовых связок, и клеточки успокаиваются. Чтение стихов про любовь, пение песен задушевных про любовь, объяснение в любви, теплые хорошие слова. Научитесь сами, и давайте научимся сами, и давайте научим свое окружение, как у нас в НСПИ, обниматься, говорить друг другу комплименты. У нас всегда есть что-то не так, либо в одежде, либо во внешнем виде, но у нас всегда есть что-то, за что можно человека похвалить, за что можно порадоваться. Поэтому давайте видеть самое лучшее и создавать пространство тепла, пространство любви, пространство доброты вокруг себя. И еще я хочу сказать, как борьба света и тьмы, борьба зла и добра, она была, есть и будет. И увеличивая добро, количество добра, которое мы делаем, мы уменьшаем зло. Поэтому, увеличивая, приумножая радость, мы, конечно, уменьшим печаль. Я делаю то, что могу, а вот это, о чем я говорю, может каждый. Поэтому я желаю нам всем улыбаться, держать центровку и заботиться, думать о том, что от наших эмоций зависит состояние нашего тела. От любви, от доброты, от того, что мы сеем вокруг нас. И вы знаете, я хочу сказать, что нам в НСП очень сильно повезло в этот тяжелый период. Я нас всех рассматриваю как столбики света. Вы знаете, мы столбики света, которые мы можем дать людям не только здоровье, мы можем дать людям изменения в жизни. Ведь мы вот за 24 года, которые я в НСП, я вижу своих соратников, коллег по НСП, мы все трансформировались в лучшую сторону. Мы и тела свои трансформировали в лучшую сторону. Нам 70 плюс-минус, а мы зажжены радостью, счастью, жаждой жизни. Поэтому я желаю нам всем, и смотрите, если мы столбы света, то от нас идут лучики. И каждый лучик подхватит какой-то человечек. И смотрите, мы будем стоять столбами света и держать вокруг себя огромное количество людей на этих лучиках света. Я желаю нам святить всегда. Нам нельзя падать. Нам обязательно надо стоять столбами света и кормить других людей, поддерживать. И менять не только щитовидную железу, не только наши тела, но менять нашу жизнь, наше сознание, создавая в этом поле тепла, любви и счастья. Вот улыбайтесь постоянно и будьте всегда здоровы. Людмила, дякую, по-перше, за слова людяності, підтримки. Это завжди ваша характерна риса. Еще до початку вашей презентації я починаю посміхатися, и у меня есть посмешка, потому что я знаю, будет позитив, окрім професійной информации. И, по-друге, действенно, я дякую за цю професійно-безцінную информацию, за ваш досвід. Хоча ви розклали чітко, як кажуть, по поличках, питань у наших учасників назбиралося чимало. Дуже постараємося встигнути за 15, ну, може, трошки більше хвилин, відповісти на всі. І, якщо це можливо, в режимі бліц тоді, добре? Да, не короткі. Питання, або не короткі, і за нагоди коротко відповідь. Якщо ви розкрили цю тему, і наші слухачі запитують, може, знову, або якісь нюанси, ну, тоді просто так кажіть, передивіться мою презентацію, передивіться відео, я вже про це казав. Ну, що ж, поїхали, питання перше. Питання перше, і я підхожу на русский от Валентини. Є компенсуванний гипотериоз, щитовідка все время уменьшається в результаті АІТ. Кій прогноз? Що со временем от нее останеться? Насколько це опасно? Це зависить від вас. Щитовідку можна біопроцесс остановити на любому уровні. І я тільки що об цьому говорила. І можна стимулировати ее легке увеличення, і вона буде работать нормально у вас. Ось все, о чем я говорила, любовь, спокійство – це в першу очередь. Але здорове питання с использованием, я об цьому тільки що все говорила, о том, що с использованием екалоїдних минералів, с использованием в вашій ситуации йода і так далі. Прогноз зависит от самого человека. Саме основное, я в следующей лекції буду говорить об цьому більше, не виселить в свой организм страх, а виселить в свой организм надежду і радість. І органі будуть підчиняться. Єдому є дуже багато ярких примерів. Я сама перед вами такий пример. Тому що коли мені поставили гепатит С, а це достаточне смертельне заболевання, я отнесла себе в 25% самоизлечення. І як видите, 30 років прошло, я живу і здравствую. Тому отнесіть себе к выздоравливаючим, к здоровому. Прогноз хороший. Прогноз всегда хороший, тому що прогноз в нашій голові. Я не встаю об цьому говорити. Спасибо і слава Богу по поводу вашого здоров'я. Вопрос от Ольги. Ощущення кома в горі – це признак проблем щитовидной желези? Ком в горі – це може бути і признак. Первое, що робите, це все-таки робите УЗИ, смотрите щитовидну железу. Але чаще всього це все-таки нервна система. Чаще всього це нервноціркуляторка, яка дає ці спазми на фоні стреса. Чаще всього це… Але в цій ситуації прямо сразу скажу. Лецитин, магний, HVP – це снимає хоч це щитовидка, хоч це не щитовидка. Але щитовидку обслідувати треба. Один із симптомів ком в горі – це щитовидка. Один із симптомів, але редкий. Спасибо, Людмила. Ідемо дальше. Вопрос задає Любовь. На взгляд врача, імеє смысл перейти тільки на приєм КЕЛПа? І зараз я озвучу, яка дам клиника. І ваше мнение. Єсі смысл перейти тільки на приєм КЕЛПа? Описання вопроса. Женщине 60 плюс лет, імеє гипотиріоз ікисту 1,9 см, і зараз потихоньку переходит з дозы Л-тероксина з 25 до 17, з одновременним приємом КЕЛПа 200 мкг. Ощущається хорошо, гормони в середине нормы. І вопрос. Єсі смысл перейти тільки на приєм КЕЛПа? Я так понимаю, там отказаться от Л-тероксина? Єсі смысл перейти тільки медленно. І ще чуть-чуть с нею уменьшити, ще чуть-чуть уменьшити, і перейдете на КЕЛП. Єсі смысл? Конечно. Це буде здоров'єє точне для щитовідки і для жінчини. Благодарю. Вопрос от Ларисы. Нужно ли КЕЛПу дополнительно приємати селен? І якщо да, то в якій дозіровці? Індивідуально. Я всегда даю, якщо високий титр АТТПО, там селен дополнительно, і в дозіровці не мене 200 мікограмм. Вопрос от Ольги. Кофе нагружає ли щитовідну жилізу? При патологіях щитовідной жилізи стоить ли відказатися від кофі? Провокційний вопрос. Я кофеманка, поэтому відказатися від кофі смертеподобно для многих. В принципі, на щитовідну жилізу кофе як таковий продукт не влияє. Он влияє на нервную систему в якій-то степені. Я кофе рассматриваю як продукт, повышаючи уровень гормонов счастья. Я рассматриваю кофе як продукт, запускаючи желчний пузырь і улучшаючи перистальтику кишечника. І только запах кофі і тот увеличиває выробку серотонина в голові. Понимаєте? В нашем мозге. Поэтому і многие подчеркиваю, і деконцентрація внимання і увеличивається, і так далі. Поэтому, якась степень зависимості ваша від кофі? Якщо ви, так як я привыкли з чашечки, утро починається з чашечки кофі і никак інакше, це одна історія. Якщо ви можете легко від нього відказатися, відказуйтесь, тому що це, в принципі, раздражитель для нервной системи. Він немножечко підстюєгує нервную систему. Вопрос от Оксаны, але я так понимаю, що все-таки, наверное, ви цю тему будете говорити завтра, последня презентация, як правильно підтримувати щитовідку в случае опасності радиоактивного зараження пространства. Завтра я очень много на эту тему расскажу, не только как опасность, но и, если не дай бог, как потом с этим всем выживать. Все будет завтра. Спасибо. Тогда приглашаю Оксану завтра. Посмотрите по расписанию. Пятая презентация. Ми обычно делаем 4, но пятое в виде исключения. Эта тема достаточно серьезна, поэтому ми попросили Людмилу обязательно ее озвучити. Итак, вопрос следующий задает Любовь. Девочка 15 лет. Большое увеличение щитовидной железы. Разве это по возрасту? Более чем нормально. Анализы гормональные, верхняя граница нормы. Что можно порекомендовать из препаратов НСП? Понятно, что все, но, возможно, в частном случае будет какое-то уточнение. Спасибо, Юра. В частном случае обязательно КЕЛПа, две капсулы как минимум. Две капсулы как минимум. Очень хорошо защитка по две-два раза сюда же. ОСТ-Плюс сюда же обязательно. Или Нутрикалм у вас есть, тоже великолепный комплекс. И витамин С. То есть дайте максимум витаминной запитки и обязательно КЕЛПа. И антиксиданты обязательно, потому что по максимуму гипертрофия щитовидки она потом может перейти при любом малейшем стрессе. И йод обязательно. Вот в этой ситуации йод обязательно. Две капсулы как минимум. Людмила, вы упоминали о суперкомплексе. Подскажите, у нас на территории Украины есть еще и Мегахелл. Он доступен. Вот вопрос, что все-таки для нас лучше? Использовать меньшие дозировки суперкомплекс или более тяжелая артериелия? И это уже Мегахелл. Вы знаете, Мегахелл – это на все. А суперкомплекс, я обожаю, я его использую как лечебный препарат, вот честно говоря. Там дозировочка суточная, очень мягкая. И еще на конкретно там не так много комплексов, и они более точечно работают. Поэтому и кровь поддерживается, поскольку там и фолиевая кислота, витамин В12, и витамин С, и тоже железо чуть-чуть, и для щитовидки, там и селенчика чуть-чуть, и того и сего. Понимаете, поэтому в плане лечения используем в первую очередь суперкомплекс. Ну, а если в плане профилактики просто все замечательно, все хорошо, то Мегахелл во всех случаях в жизни хорош. Благодарю. Вопрос от Оксаны следующий. Насколько важен режим дня ложиться спать до 23.00 женщине для здоровья работающей с щитовидной железой? Обязательно. Я начинаю свою консультацию у пациентов с режима дня и с питанием. Вот режим дня, особенно для аутоиммунных тироидитов, это просто святое. Вовремя лечь, вовремя встать. Ложимся с 10 до 11. Причем, знаете, зачем ложимся с 10 до 11? Потому что с 11 до часу закладывается энергия будущего дня. И если в это время улечься спать, то утром вы встанете даже и в 5, и в 6, если нужно встать бодреньким, поскольку вы накопите эту энергию. Если мы ломаем этот биоритм в организме, если мы укладываемся там, я не знаю, в 12, в час, я еще потечения позже, то организм и эндокринная система, она бесится, она вообще не знает, что ей делать. Потому что на самом деле мелатонин-то начинает когда вырабатываться? Вот где-то максимально к часу и вырабатывается, да? Чтобы мы уже глубоко спали, потому что он влияет на глубину еще сна. А уже с утра там начинает подрастать кортизончик. А тут мы и бодрствуем, кортизол бушует, потому что, ну, его пора, раз я бодрствую, да? Мелатонин не знает, не тусится, куда ему там деться, знаете? И это просто разнос. И поэтому при патологии, вообще для здоровья это идеально, да? Всяко бывает в жизни, но все-таки режимы лучше в 5 встать, чем в 4 лечь, Лучше в таком режиме жить, по биоритму это для тела очень хорошо. Вот, поэтому, а если, не дай бог, есть патология щитовидной, то это обязательное условие для выздоровления. Спасибо, Людмила. Попрошу вас, если можно, завершить демонстрацию экрана. Хотят видеть вас на весь экран, а не последний слайд, если можно. Спасибо огромное. Двигаемся дальше. Вопрос от Ланы. У женщины гипертериоз, гипертериоз, остеопороз, четвертая стадия, отсутствие сна, скорее всего, на фоне работы щитовидной железы. Ни одни лекарства не помогают полностью наладить сон. Что порекомендуете? Вы знаете, что на вскидку я порекомендую, но в этой ситуации такая серьезная, тут надо индивидуальная работа, возможно, даже с психологом. Но на вскидку очень люблю тройчатку. Две капсулы лицетина, две магния, две валерьяновые валерьянки. Это в течение дня три раза в день. И перед сном еще дополнительно заварить валерьяновый чай и два магния. Если глубина сна нарушена, то лучше выпить перед сном. Если засыпание нарушено, а спить неплохо, то выпить за час до сна. Ну, это вот как-то такой универсальный вариант. А так, вы же понимаете, насколько сложно там с человеком разобраться, запущенный такой случай, к сожалению. Для сна вот это могу порекомендовать, а все остальное надо разбираться. Спасибо. Еще вопрос от Анастасии. Что можно порекомендовать женщине 37 лет, аутоиммунный тироидит, гормоны щитовидки в норме? То есть вот такая именно комбинация, может быть, от той схемы, которую вы рекомендовали, что-то добавить? Вот смотрите, если все хорошо с гормонами у нас, тогда мы идем по схеме, вот по той первой схеме, которую я давала. Обязательно провести трехмесячный курс противовоспалительного лечения, это никто не отменял. Обязательно три месяца подряд антиоксиданты, можно чередовать там защитную формулу Грэппайн, обязательно омегу в постоянном режиме вообще ввести ее как еду. Ну и безусловно в нашей ситуации все равно валерьяновый комплекс надо обязательно держать нервную систему. Дело в том, что считается напрямую завязанность нервной системы, я надеюсь, что я довела до вашего сознания это. Поэтому и сон, и прогулки, и фитнес, и все наши развлекалки, это все обязательно должно быть для того, чтобы держать эмоции. Вот это главное. Спасибо. Следующий вопрос от Зули. Дочери 20 лет, диагноз Хошемота пьет Эльтрокс 0,25 уже третий год. Можно ли с помощью питания и витаминов выровнять состояние гормонов без лекарств? Вы знаете, что можно долго, упорно, у меня было тройку случаев с Хошемота, но это такая тяжелая работа, но обязательно на фоне протеаза плюса. И протеаза плюс в постоянном режиме, возможно год, возможно два, я не могу сказать вам точно. У меня один результат был очень неплохой через полтора года у женщины, второй у женщины через три года такой хороший результат. Ну, как говорится, конечно, результаты такие, вот когда говоришь полтора-три года, оно с одной стороны вроде бы как длительно и хочется чего-то побыстрее, но с другой стороны время идет, заболевание развивается, если ничего не делать, то оно будет и дальше развиваться. Можно, можно по тем же схемам, что я говорила при аутоиммунном тироидите, плюс добавлять, все время вести на протеазе, протеазе по 2-3 раза в день или хотя бы по 2-2 раза в день утром натощак и вечером перед сном, не смешивайте ее с едой в никаком случае. Протеаза делает чудеса в организме, она рассасывает даже фиброзы, поверьте мне, она даже рассасывает фиброзы, поэтому и хошмота может поддаться этой истории, поэтому действуйте, тем более такой возраст молодой. Благодарю. Вопрос от Марины следующий. Девочке 21 год, аутоиммунный тироидит на УЗИ щитовидной железы размеры в норме, гормоны тоже контролируем один раз в год, они всегда в пределах нормы. А антитела от 80 до 300, что это? Это аутириоз, что посоветуете? Это аутириоз, это внутренняя агрессия идет у человечка, что посоветую? Посоветую антиоксиданты в обязательном порядке, в обязательном порядке защитную формулу, чтобы был силен там, отслеживайте еще ферритин, что там происходит, что там не было сбоев, и проведите противовоспалительное лечение, потому что вполне возможно, что антитела еще поддерживаются каким-то хроническим очагом, если, например, хронический тензелит там сидит рядышком и дает интоксикацию, там вполне возможно и с этим связан рост антител, поэтому, вернее, поддержание роста антител, поэтому смотрите и еще раз поговорить по поводу отношения самой к себе, потому что антитела аутоагрессия, вот всегда помните о том, что это аутоагрессия. Благодарю за ответ, следующий вопрос от Анны, подскажите, есть ли у ребенка 6 лет, гормоны щитовидной железы норма, но АТТПО 100, аллергия на пшеницу, можно ли ребенку наши витазаврики, где есть йог или нет? Ох, какая история. Я бы пробовала сначала лечение противоглютеновой диетой и вообще вот это вот все запускать. На витазаврике там, если есть аллергия, ну, я бы не торопилась с витазавриками, честное слово. Я бы, может быть, попозже лучше дала суперкомплекс. Наверное, в этой ситуации он будет лучше. Но так вот с налету сложно сказать при таком сочетании. Начните с противоглютеновой диеты. Уберите глютен в первую очередь. Попробуйте хорошенечко продержаться хотя бы месяца три. И антиксидантную защиту дайте, и омегу дайте. Вот это вот точно надо. Что касается витазавриков, не знаю. Я бы не торопилась. Спасибо. Вопрос от Елены. Анализы по щитовидной железе в норме. Антитела к ТПО-300. Узлы в щитовидке не меняются много лет. Стабильны. И мне сняли диагноз АИТ. Можно ли принимать КЕЛТ? Можно. Можно. Если сняли диагноз АИТ, и при АИТ, все равно мы при АИТ тоже принимаем КЕЛТ, если это нужно. Можно. Но не выречиться в дозировках. Две капсулы в день, одну капсулу в день. Но поддерживать надо. Вот уточнение у Елены. Если мне сняли диагноз АИТ, это тот же вопрос. Состояние возбуждения постоянное. Разговариваю и возбуждаюсь. Тревога постоянная. Врачи лечат антидепрессантами. Чем можно заменить из продуктов НСП? Вот это уточняющее. Коечку, которую сказала уже лецитин, магний, валерьяновый комплекс. Плюс утром натощак пятерочку, две капсулы, которые улучшат качество жизни. Там сразу гармонички счастья вырабатываются. И вот для вас очень важен режим дня, режим питания. Тоже попробуйте побыть на безглютеновой диете, уберите сладкое, уберите молочку. Попробуйте покорректировать свое питание. Это очень важно. И для вас очень важен режим. Очень важен режим. И режим сна, и режим работы, и отдыха. Это важно, чтобы выстроить нервную систему. Ну и подпитаться тройчаткой. Спасибо. Если есть кисты, Тамара спрашивает, что делать? Ну вот не уточняется, где, правда, но может быть. Протеаза плюс, протеаза плюс, еще раз протеаза плюс и антиоксиданты. И кисты потихонечку ползают. Не важно, где они находятся, но они потихонечку ползают. У меня есть одна пациентка, у которой кисты всюду, во всех органах. И мы за три года общения с ней потихонечку на антиоксидантах туда-сюда и смотрим потихонечку. Там исчезла, там исчезла, потихоньку они рассасываются. Кисты могут уходить на это. Протеаза плюс и антиоксиданты. Но на постоянке. Спасибо. Уточнение от Катерины по вопросу суперкомплекс ВС Мегахелл. Можно ли детям вместо суперкомплекса дать Мегахелл и сколько капсул, если детям 11 и 8? Вы знаете, я Мегахелл даю с 12 лет, честно говоря. Там большие, очень большие дозы этих витаминов. Поэтому, ну, если 11 лет уже одну таблетку можно, вот в 8 лет я все-таки остановилась на суперкомплексе. Благодарю. Вопрос от Ларисы. Женщине удалили щитовидную железу много лет назад. Принимает эльтероксин 50 яйниц. Что для нее будет более актуально из продуктов НСПС перечисленных? Вы знаете, когда удаленные щита, видно же, я Келп в этой ситуации назначаю по-любому, хотя, кажется, смысла нет, смысл есть по-любому. Келп назначаю одну-две капсулы и посиндромно, что беспокоит, то и подключаем. Там, как правило, уже костно-суставная система плачет, там иногда плачет сердечно-сосудистая. Потому что, если мы будем подавать строительный материал для этих систем, то и, знаете, это как обратная связь, то и состояние вот этого, как бы, состояние организма все равно будет улучшаться и улучшаться и улучшаться. Там же, что главное? Качество жизни. Не анализы и не органы, а качество жизни. А качество жизни вот дается вот это по синдромной терапии. Поэтому там все, что на сегодняшний день в организме плачет, вот то и проектируем. Но КЕЛП поддерживаемый, я КЕЛП всегда даю. Благодарю. Вопрос от Екатерины. При узлах щитовидной железы, которые то растут, то уменьшаются, эндокринолог не рекомендует пить наш КЕЛП, потому что там ЙОД в больших дозировках рекомендует перейти на более мелкие дозировки, как в суперкомплексе, например. Что вы скажете об этом? Стоит ли действительно послушать эндокринолога или можно спокойно пить при этом наш КЕЛП ЙОД в большой дозировке? Если есть узлы, то увеличиваясь, то уменьшающаясь. Дайте вы своим узлам протеазу плюс, причем дайте много, и узлы ваши начнутся успокаиваться. Это очень важно. Потом по поводу суперкомплекса, честно говоря, две таблетки суперкомплекса в этой ситуации были бы лучше, чем капсула КЕЛПа, потому что он несет еще много всего другого, о чем я бесконечно говорю. Он уникальный, этот комплекс, и безусловно, он очень важен. Наверное, в вашей ситуации я бы сделала так, взяла бы две таблетки суперкомплекса и обязательно на протеазу, и тогда бы узлы ваши потихонечку, возможно, успокоились. Антиоксидантная защита на постоянном режиме, ну и, конечно, регулировать эмоциональный свой фон, создавать пространство любви и доброты. Спасибо огромное. Следующий вопрос также от Екатерины. Можно ли от КЕЛПа, могут ли от КЕЛПа быть побочные эффекты, например, жидкий стул? Интересная история. Если есть, то, наверное, я впервые слышу. В жизни я уже привыкла к тому, что в жизни может быть все, отрисать сразу нельзя, но прямой связи нет. Прямой связи на послабление стула нет, но, может быть, индивидуальный организм так и сработал, ничего не могу сказать. Надо понаблюдать. Спасибо. Последний два вопроса. Ольга интересуется по поводу своей дочери. 14 лет, девочка, аутоиммунный тироидит, зоб, гипотериоз, периодически переходит в гипертериоз. До войны были под наблюдением эндокринолога, но лечение эутероксом-25 особо не помогает, ухудшается ситуация после вирусных заболеваний. Что здесь, Людмила? Да, здесь тяжелый, конечно, случай. Здесь очень важно сделать акцент на противовоспалительном лечении. Дайте подарку в таком, я даже думаю, может, и на полгода. 2 недели пить, 2 недели перерыв, 2 недели пить. Обязательно подключите для нервной системы. Ребенок эмоциональный, скорее всего, вот это колебание скачет, потому что эмоциональность повышенная. Поэтому дайте обязательно магний по капсуле 2 раза в день и лецитинчика по 1-2 раза в день и валерьяновый комплекс хорошо бы хотя бы на ночь. Вот в этой ситуации очень важно. Ну и гриппайн. Гриппайн попробуйте вот так идти. И противовоспалительное, потому что почему скачет то в одну стадию, то в другую, потому что воспаление не успокаивается в щитовидке. Надо успокоить воспаление. Попробуйте в подарок вот так почередовать хотя бы с полгодиком. Можно и полгодика, но хотя бы 3 месяца потом посмотреть, что там будет делаться. Благодарю. И последний вопрос от Ольги. Ваши отношения к глютену. Стоит ли его избегать всем и насколько он вреден действительно для организма? Всем не стоит избегать, это однозначно. Я как-то вот у меня есть курсы, я читала, что глютену, знаете, то холестерин у нас враг, то глютен у нас враг. Мне кажется, излишнее внимание ему уделяем, но при всех аутоиммунных заболеваниях, которые у нас только возникают, при всех заболеваниях ЖКТ, при всех заболеваниях печени, я бы на трехмесячную диету безглютеновую отправляю людей. Потому что на самом деле надо посмотреть, как организм реагирует. Особенно у людей более пожилого возраста, кстати сказать, потому что иногда либо молодого, либо пожилого, потому что у молодежи может быть плохо развит этот фермент, а у пожилых людей его может просто ужин быть, скажем так. И так, и так может быть. Поэтому на постоянке я бы его не исключала из жизни. Это же такая, ну, включить удовольствие из жизни. Это грешно. Надо жизни радоваться. Поэтому вкусное пирожное и булочка, и пирожок, ну, как же что-то еще в Украине. Без папушек никак нельзя. Поэтому я думаю, что не надо на него набрасываться во всех отношениях и не надо переходить вообще пожизненно на безглютеновую диету. Но в случаях обострений каких-то вот аутоиммунных заболеваний, да, имеет смысл. Что касается конкретно щитовидной железы, я видела ситуацию, но опять же, когда есть отраса процесса, когда там еще есть сочетание с дырявым кишечником и так далее, был результат хороший. Но в общем и целом, если обычное течение, то никакого результата на глютене, без глютена, все равно человек идет, развивается по своему пути. Поэтому не надо баланс, центровку держим, центровку, баланс. доступы. Спасибо. Поэтому Б в в в в в в